Научно-технический прогресс последней трети 20 века кардинально изменил облик всего мира. Произошел переход к новому этапу развития цивилизации, который получил название информационного или постиндустриального. При обладании инноваций в экономике производство ради будущего отличает постиндустриальное общество от индустриального. Создание персонального компьютера в 1980-х годах изменило облик рабочих мест практически во всех сферах экономики. Информация становится востребованным продуктом, в результате чего и возрастает роль интеллектуального труда. Одновременно наряду с рынками капиталов, сырья, товаров появляется и рынок знаний. По причине некомпетентных решений руководства в 1960-х годах СССР отстал в развитии информационных технологий. К началу 1980-х годов советская экономика отставала по техническому и технологическому уровню от ряда развитых стран, несмотря на успехи в разработке термоядерного оружия, освоение космоса. С начала 1960-х годов непрерывно снижались темпы экономического роста. Вместе с ней снижалась и фонда отдача, и эффективность капиталовложений. Например, советская индустрия выплавляла больше стали, чем США, но производила в пять раз меньше легковых автомобилей. С момента зарождения электроника стала применяться и в военной технике. Отставание в этой сфере грозило СССР потерей безопасности. Высокоразвитые страны Европы, Северной Америки и Японии с быстрым овладением высоких технологий осуществили структурную перестройку экономики. В 1985 году в США основная масса валового национального продукта, 67%, создавалась в сфере услуг, торговли, на транспорте. И лишь 31% составлял вклад промышленности и строительства. Тогда как в СССР соотношение было иным. Соответственно, 38 и 45%. Советская экономика была не готова к вызовам постиндустриальной эпохи и окончательно утратила динамизм. В социально-экономической системе СССР развились кризисные явления. Произошло падение темпов роста в промышленности и производительности труда. В кризисной ситуации находилась сфера потребительского рынка и финансов. Практиковался остаточный принцип финансирования социальной сферы, науки и культуры. Советское руководство осознавало необходимость срочного принятия мер для улучшения экономической и социальной ситуации. После смерти Брежнева новым генеральным секретарем ЦК КПСС и главой государства был избран Андропов. Андропов взял курс на экспериментальную политику, которая основана на предоставлении предприятиям широких полномочий в расходовании резервных фондов. Это позволило руководителям на местах эффективней распоряжаться экономической базой предприятия, также регулировать размер заработной платы, исходя из объемов производства. Рабочие, дававшие результат и обеспечивавшие высокие показатели, теперь стали получать ощутимую прибавку к зарплате. Подобные меры вызвали поддержку населения и по прошествии нескольких лет вызвали положительную оценку эксперт. После смерти Андропова его политику продолжал Черненко, ставший главой государства и КПСС. Черненко продолжил курс Андропова, направленный на очищение и спасение системы, но не достиг успеха. В 1985 году был избран Горбачев, новый лидер партии и страны. Он прошел типичный путь партийного работника. Горбачев был человеком открытым, готовым к общению с людьми. Горбачев и поддерживающие его радикально настроенные политические деятели выступили с инициативой обновления социализма. Суть Горбачев видел в соединении социализма и демократии, в установлении лучшего социализма. Хотя Горбачев не располагал четким планом, у него было твердое намерение начать реформы и вновь вывести страну на передовые рубежи. В короткие сроки Горбачеву удалось собрать вокруг себя команду соратников. Секретарь ЦК КПСС, а затем председатель Совета Министров СССР Рыжков стал заниматься экономикой. Секретарь ЦК КПСС Лигачев идеологией и кадрами. Секретарь ЦК КПСС Яковлев и министр иностранных дел Шеварнадзе международными кадрами. На апрельском пленуме было положено начало новому курсу. Новый генеральный секретарь провозгласил политику ускорения социально-экономического развития страны. Были намечены направления развития народного хозяйства и социальной сферы. В сентябре 1985 года Горбачев призвал шире использовать скрытые резервы, в числе которых максимальная нагрузка производственных мощностей путем организации многосменного режима работы предприятий, укрепление трудовой дисциплины, использование предложений рационализации, повышение качества продукции, развитие соцсоревнования. В мае 1985 года началась антиалкогольная кампания. Она должна была привести к всеобщей трезвости, а более того и повысить производительность труда. Но эта кампания не дала ожидаемых результатов. К тому же это привело к таким негативным последствиям, как рост спекуляции спиртным, увеличение преступности и токсикомании. Самогона варенья приняла массовый характер. Но и также она способствовала некоторому подъему производства, уменьшению смертности, росту продолжительности жизни и рождаемости. Горбачев принял решение о перестройке системы управления экономикой. Он рассчитывал с минимальными затратами и за короткий срок остановить сокращение темпов экономического роста. На пленуме ЦК КПСС в апреле 1985 года была выдвинута задача перестройки системы управления экономикой. Перестройка способствовала некоторому подъему в 1985-1986 годах. Но неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура нанесла удар по экономической программе Горбачева. Упали мировые цены на нефть. Экспорт, который был одним из основных источников доходов СССР. Несмотря на надежды реформаторов, советская экономика перенесла два мощнейших удара. Чернобыльскую катастрофу. Затраты на ликвидацию последствий составили около 70 миллиардов рублей. И резкое падение цен на нефть. К этим проблемам добавился и дефицит бюджета, который составил более 50 миллиардов рублей. Доходы государства резко сократились не только из-за падения цен на нефть, но и по причине убытков от антиалкогольной компании. Рос внешний долг. За границей постоянно приобретали технику и технологии, но на меньшую сумму закупали товары на каждый день. И из-за этого дефицит стал заметнее. В итоге программа ускорения осталась на бумаге. Желая отвлечь внимание жителей СССР от темпов стремительно падающей экономики, Горбачев делает ставку на демократизацию общества. В ходе 27-го съезда КПСС он называет эпоху одного из своих предшественников, Леонида Брежнева, эпохой застоя, и объявляет о новой эпохе под названием «эра гласности». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова